Библейский портал экзегет.ру представляет Нового Завета, потому что очень уже он давно там был добавлен. Вот, кстати, к вопросу о том, кто это написал. Вполне вероятно, что текст подвергался определенному редактированию в первые десятилетия своего существования. Но это не страшно. Затем Иисус отправился на Елеонскую гору, которая рядом с Иерусалимом. Утром он снова оказался в храме, а к нему сошелся весь народ. Он сел там и стал наставлять людей. Но это то же самое, что описано в предшествующей главе. Я напомню, что в предшествующей главе описан конфликт с фарисеями, которые считают его самозванцем, которые, в общем-то, хотят его схватить, но пока еще не придумали, как это сделать. Но схватить это просто. Надо же еще дискредитировать, надо же еще заставить людей отказаться от уважения к нему. И вот приводят книжники и фарисей женщину, которую лечили в супружеской измене. Они поставили ее посредине и говорят ему, учитель, эта женщина была поймана с поличным, когда она изменяла мужа. Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. А ты что скажешь? Да, в книгах Левит и Второзакония предписана смертная казнь за супружескую измену, как-то с нашей точки зрения чрезмерно жестоко, но в Ветхом Завете это и есть. На практике, конечно, такое, видимо, не практиковалось, по крайней мере, регулярно в это время, но хотя бы потому, что римляне требовали, чтобы любые смертные приговоры утверждались ими. То есть, толпа не могла сама взять и забросать камнями. Значит, варианта два – сказать, да, забросайте ее камнями, это жестоко, это против римских правил. Или сказать, да, отпустите ее, тогда это нарушение закона. Хорошего ответа нет. Они это говорили, чтобы его подловить, и чтобы было в чем его обвинить. А Иисус сидел, склонившись, и что-то чертил пальцем на земле. Интересно, что он чертил. Ну, есть такое толкование, что он перечислял их грехи и записывал, да. А может быть, это просто, ну, знаете, вот, когда человеку скучно, он берет там и какой-нибудь узор рисует, да, вот в размышлении таком. И как будто совершенно не интересуется тем, что от него требуют. От него требуют, по сути дела, одно. Вот книжники и фарисеи, они, первосвященники, они правители народа. Это к ним, на самом деле, вопрос. Это их решение. Но они перекладывают это неудобное решение на него, наверное, в расчете на то, что, захотев быть духовным лидером, занять их место, он в любом случае что-то скажет. Ну, а дальше по обстоятельствам, если отпустить, то ты закон нарушил, если побить камнями, то это жестоко, и римляне будут недовольны. Но те не отставали от него с вопросами еще такое представление. А он вот сидит и чертит. Я не думаю, что он писал их грехи. Мне кажется, это скорее вот действительно такое безразличие. Да мне неинтересно это. Вот я тут птичку рисую. Но те не отставали от него с вопросами, когда он поднял голову и сказал им, кто из вас безгрешен, пусть первым бросит в нее камень. Ну, почему кто-то должен бросить первым? Дело в том, что побиение камнями это же не просто форма казни, это форма общинного правосудия. То есть вся община закидывает человека камнями, убивая его. Не отдельный, да, а все. А первым обычно бросал обвинитель, свидетель. Ну, почему? Потому что, собственно, это он привел этого человека на смертную казнь. Лично берет на себя первый удар. И смотрите, он не спрашивает, кто там свидетель. Он говорит, кто безгрешен. Потому что, ну, наверное, люди все так или иначе бывают свидетелями грехов других людей. Но кто имеет право свидетельствовать? Тот, кто сам ни в чем подобном не был замешан. Ну, здесь он, правда, не уточняет, что кто из вас не изменял там или кто из вас не впадал в блуд. Потому что какая разница? Вот вообще какой-то грех на тебе есть, значит, ты не имеешь права обвинять эту женщину. Она тоже грешна, но и ты такой же. Можно возразить, можно сказать, да мало ли там, я не знаю, что-нибудь мелкое ритуальное, какое-то правило нарушил. Я, конечно, грешен, но не настолько, насколько она. А какая разница? Затем снова склонялся и продолжил чертить на земле. Вот, наверное, почему толкует, что он стал записывать и грехи. И люди, наверное, читали, через плечо заглядывали. Ой, он про меня все знает, как-то неудобно получилось. А они, когда это услышали, стали по одному расходиться, начиная с тех, кто постарше. Но еще бы у них опыта в этом деле побольше. Так что Иисус остался наедине с той женщиной, и она стояла посреди них. Она так и стояла. Она в таком безнадежном положении, что она могла бы тоже уйти, но она понимает, что она здесь никто, что от нее ничего не зависит вообще. Он поднял голову и спросила, женщина, где же они? Никто тебя не осудил? Ответила, никто, господин. Иисус сказал, и я не осуждаю, ступаю в предни греши. Вот смотрите, очень часто говорят, что в христианстве есть правило любить грешника и ненавидеть грех. Вот здесь можно сказать иллюстрацию этой истории. Он ничего не говорит в оправдание ее греха, но он ее оправдывает. Причем оправдывает как? Он не говорит, да ладно, совсем бывает, ничего страшного. Он не говорит, да это не грех, но вы же любили друг друга и так далее. То, что люди очень часто говорят в подобных ситуациях. Он говорит, кто тебя осудил? Оказывается, никто, потому что все так или иначе сами греховны. И тогда не осуждает он. Он мог бы, с нашей точки зрения, он безгрешен, правда? У него есть это право, у единственного там. Но ведь в Евангелии от Иоанна довольно много говорится о том, что он пришел не на суд для мира, а для спасения людей. Вот здесь он спасает эту женщину. Тогда Иисус снова обратился к людям и сказал, люди же разошлись, но может быть, эта ситуация, как раз здесь шов, здесь заканчивается этот эпизод, которого нет в древних рукописях. Но может быть, те, кто собрался снова в этой ситуации, а может, они стояли поодаль, то есть они отказались кидать камни, но не то, что они там пошли по домам обедать, а просто вот наблюдали. Интересно же. Снова обратился к людям и сказал, я свет для этого мира. Кто пойдет вслед за мной, не будет блуждать во тьме, с ним будет свет жизни. Вот обычно как? Люди очень много фиксируются на грехе, на вине, на наказании, а он просто ее отпускает, потому что он свет, потому что он не тот, кто пришел наказывать. Но фарисеи, конечно, недовольны. Фарисеи ему на это сказали, ты свидетельствуешь о себе сам, поэтому твое свидетельство не истинно. То есть, переводя на более простой язык, мало ли кто что о себе сам скажет, предъяви доказательство. Иисус сказал им в ответ, если даже я сам свидетельствую о себе, мое свидетельство истинно, я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я пришел и куда иду. В предыдущей главе же было, что он из Назарета, и они все прекрасно это знают. Но здесь, конечно, не вот эта чисто биографическая подробность имеется в виду, а то, что он от отца пришел, а к нему потом взойдет обратно. Вы судите по-человечески, а я никого не сужу. Вот как раз иллюстрация, только что у нас была, почему этот отрывок очень хорошо сюда подходит. Вы судите по-человечески, а я никого не сужу. А если даже я и сужу, мой суд истинный, потому что я не один со мной отец, я его посланник. Так где же его суд? Пожалуй, во всем Евангелии от Иоанна мы не найдем ни одного конкретного примера суда. Вспоминается суд Соломонов. Знаменитая история, когда единственная история про Соломона, кстати, кроме строительства храма, которая рассказана подробно, когда две женщины делили ребенка, и он велел разрубить его, чтобы найти ту, которая его на самом деле любит. Но ведь он не пытался установить истину, вот как обычно там следствие устанавливает. Тест ДНК надо было сделать, к сожалению, тогда еще не было. А как бы он ставит человека в то положение, в котором проявляется его внутренняя сущность. Женщина говорит, либо разрубите этого ребенка, либо отдайте его другой, лишь бы он был жив. Кто его любит, очевидно. Вот, может быть, это и есть такой суд, когда он не говорит каждому, вот ты грешен, тоже не смей обвинять эту женщину, да? А он говорит, если ты безгрешен, ну, конечно, бросай камень. Первым причем. И человек сам себя обвиняет, то есть его внутренняя сущность проявляется сама. Вот свет, он же освещает все, да? И приход света, он выявляет все. Вот знаете, как лампочка старая была на кухне, никто грязи не замечал, вы вкрутили новую посильнее, ой, как грязного браться срочно надо, да? Вот появляется свет, и появляется вот это чувство несовместимости с грязью. В вашем же законе записано, что свидетельство двух человек истинно. Да, второзаконник, 19 глава, одного свидетельства недостаточно, ну, потому что всякий может соврать, да? Может быть, это связано с той женщиной, может, и только один кто-то застал. Обо мне свидетельствует, я сам и свидетельствует обо мне отец, который послал меня. Его спросили, где твой отец? Ну, может звучать как то, что они не поняли, то есть твой отец, он вообще кто, из какого города ты где-то вырос? А можно понять, что они поняли. Имеется в виду Бог, ну, где же Бог? Ну, вот ты говоришь, там, отец свидетельствует, что? Он тут разве? Он мог сказать, чудеса, которые я творю, знамени. Вот Иоанн говорит, знамени. Иисус ответил, не знаете вы ни меня, ни моего отца, если бы вы знали меня, то знали бы и моего отца. Как-то загадочно. Вот почему же он не говорит знамени, исцеления, явления чудесные? Ну, потому что не в них дело. Потому что они подчеркивают, напоминают, подсказывают, но они не определяют Иисуса. Что-то гораздо большее есть в его жизни. Эти слова он произнес в той части храма, где собирали пожертвования. Он там и наставлял народ. Ну, видимо, потому что на входе где-то там стояли коробки, куда их собирали, значит, много народ, видимо, там ходило. Никто не решился тогда его схватить, потому что его час еще не настал. Вот эта постоянная фраза. Вот люди думают, что они все контролируют, особенно начальники. А вот его час еще не настал, поэтому не все они контролируют. Еще он нам сказал, я уйду, и вы будете меня искать, но погибнете в ваших грехах, а где я буду, туда вы не сможете пойти. Иудеи стали тогда говорить, что же он покончит с собой, раз говорит, где я буду, туда вы не сможете пойти. Такая ирония, его хотят убить, очень похоже, что он это имеет в виду после своей смерти. Он окажется там, куда они не смогут пойти. Они все вот, некоторая их часть, по крайней мере, всерьез не воспринимают эти слова. Он продолжал, вы из тех, кто снизу, а я пришел свыше. Вы из этого мира, а я не из этого мира. Я сказал вам, что вы погибнете в ваших грехах. Я — это я. Если не поверите в это, погибнете в ваших грехах. Это постоянная фраза, погибнете в ваших грехах. Предупреждение. Вот есть опасность. Он же только что не осудил женщину, которая согрешила. Но здесь он нам говорит, вы останетесь внутри этих грехов, поэтому в них и погибнете. Я — это я. Слова, которые он еще произнесет в другом месте, уже накануне, прямо вот перед самым своим арестом. Это звучит похоже на третью главу исхода, 14 стих, где Бог открывает так себя Моисею. Я — это я. И звучит так очень серьезно. То есть, а как определить себя Богу? Ну, мы определяем себя через что-то, да? У каждого человека есть имя, фамилия, отчество, которое указывает, как нас называют другие люди. Дата рождения, когда нас мама родила, место жительства, куча всяких вещей, которые мы через других людей имеем, да? Вот нам фамилия досталась от наших предков. А Богу как себя определить? Через кого? Бог может только через себя, самого себя определить. Поэтому он говорит, я — это я. Ему стали говорить, а кто ты? Сказал им Иисус, с самого начала я вам о том говорю. Много мог бы я о вас сказать, мог бы вас судить. Но истинен тот, кто меня послал. Я говорю миру то, что слышал от него. Зачем им повторять еще раз то, что они слышали, но не восприняли? С самого начала я об этом говорю. Они так и не поняли, что он говорит об отце. Интересно, почему он не может с ними как-то более простым языком? Или Иоанн так не любит простые вещи, но все надо возвышенно описать? Сказал им Иисус, когда вы возвысите сына человеческого, тогда узнаете, что я — это я, что сам по себе не делаю ничего, а говорю именно так, как наставил меня отец. То есть слова до поры до времени бесполезны. Но не то, что они бессмысленны, но они не ведут к окончательному итогу, не приводят людей к вере. Они как такие зарубки на память, когда все это сбудется, они вспомнят эти слова и уверуют. Кто меня послал, тот со мной. Он меня не оставил одного, потому что я всегда творю то, что ему угодно. Когда он так говорил, многие поверили в него. Смотрите, а все-таки поверили. Вот вера, она частью как-то иррациональна. Не было с нашей точки зрения каких-то очень убедительных доказательств здесь, чудес сотворенных, какой-то логической цепочки. Но люди ощутили, вероятно, силу правоту этих слов. И поэтому поверили в него. А Иисус сказал тем иудеям, которые поверили в него, «Если вы верны моему слову, воистину вы мои ученики. Вы познаете истину, и истина даст вам свободу». Единственное условие – «Если вы верны моему слову». То есть все остальное – это как бы воплощение этой верности. И мы можем долго спорить, что это означает, насколько достаточно там что-то делать или как-то себя вести. Но главное, что быть учеником – значит быть верным слову, и тогда истина дает свободу. Ну, вообще, как-то выйти на свободу. А мы что? Мы кто? Они ему ответили, «Мы потомство Авраама, никогда не были мы никому рабами. Как же ты говоришь нам, вы получите свободу?» Иисус им ответил, «Аминь, аминь, говорю вам, всякий, кто совершает грех, раб греха». Ну, потому что он совершает чужую волю и не свободен. Раб, он в доме не навсегда, навсегда остается только сын. Ну, в смысле, раба можно там продать, поменять, отпустить. А вот отношение отца и сына – это уже отношение, которое навсегда. «Поистине свободными вы станете только тогда, когда вас освободит сын. Я знаю, что вы потомство Авраама, но вы стремитесь меня убить, потому что не вмещаете моего слова». Вот, собственно, они рабы греха, да? Они хотят сделать то, что им диктует грех. Я говорю о том, что видел у отца, а вы делаете то, что слышали от вашего отца. То есть явный намек, что отец, который для него отец Бог, и тот, кто для них является отцом, это совершенно другое дело. Они ответили ему, «Наш отец Авраам». Гордятся происхождением от него. Иисус им говорит, «Если бы вы были детьми Авраама, то и поступали бы, как Авраам. А теперь вы стремитесь убить человека, который сказал вам истину, услышанную от Бога». Авраам так не поступал. Вы подражаете поступкам своего отца. Они ему сказали, «Мы не внебрачные дети, у нас один отец Бог». О, наконец-то! Бога назвали отцом. Но назвали его когда? Когда он их обвиняет, что вы вообще-то не дети Авраама, непонятно кто, какие-то внебрачные, незаконно рожденные дети. И тут они приводят Бога как аргумент. Нет, мы хорошие, мы самые главные. Так кажется, даже очень важные слова о том, что отец наш Бог, они могут звучать как оправдание чего-то такого. Иисус им сказал, «Будь вашим отцом Бог, вы бы любили меня, ведь я сюда пришел от Него. Да, я явился не сам по себе, это Он меня послал. Почему вы не понимаете того, что я говорю? Потому что не способны выслушать мое слово. Вы от дьявола. Он вам отец. Вы рады исполнять желания своего отца». Суровое обвинение не говорит «нашайте с Бога», а Он говорит им «вы от дьявола». Ну, потому что они ведут себя, исполняя его волю. Он изначально был убийцей людей и не устоял в истине, потому что истины в нем не было. Когда Он говорит лошадь, то говорит на своем языке, потому что сам лжец и родитель лжи. А Я говорю вам истину, потому и не верите мне. Вот несовместимость, да, дьявола и истины. «Кто из вас может уличить Меня во грехе? Так почему же вы мне не верите? Кто от Бога, тот послушен словам Божьим. Потому вы Меня и не слушаете, что вы не от Бога». Иудеи в ответ ему сказали «Точно у нас говорят, что ты самаритянин, к тому же бесноватый». Самаритяне, напомню, это враждебный народ, то есть иностранец. Вот самое простое обвинение, да, ты чужак, еще и с ума сошел. Хотят убить, но главное же не просто физически убить, а вычеркнуть из списка авторитетов. Иисус ответил «Я небесноватый, я чту своего Отца, вы Меня бесчестите, я не стремлюсь к собственной славе, но есть тот, кто стремится и судит. Аминь, аминь, говорю вам, кто соблюдает Мое Слово, вовек не увидит смерти». Смотрите на такие обидные слова. Иудеи, вот, с которыми он спорит, очень обижаются, когда он им говорит, ваш отец дьявол, он не обижается совсем. Более того, вовек не увидит смерти, он дает им какое-то очень важное обещание. Иудеи ему сказали, «Теперь мы убедились, что ты бесноватый. Авраам умерл, пророки тоже, а ты говоришь, кто соблюдает Мое Слово, вовек не вкусит смерти. Неужели ты выше нашего правоца Авраама? А ведь он умер, и пророки умерли. Что ты о себе возомнил?» Ну, понятно, вот есть традиция, есть уверенность, что мы принадлежим к этой традиции, а тут кто-то приходит и начинает нас с этой уверенности сбивать. Иисус ответил, «Если бы я сам себя прославлял, слава бы это ничего не значило, но есть тот, кто прославляет Меня, Мой Отец. Вы называете Его своим Богом, но вы Его не познали». Как же не познали, раз называют, признают, что Он единый Бог. Но одно дело говорить о Нем, как о Боге, а другое дело знать Его, как Бога, по опыту общения. «Если бы я сказал, что Его не знаю, оказался бы лжецом вроде вас, но я Его знаю и соблюдаю Его слово. Про Отец ваш Авраам ликовал, что увидит день моего прихода, и он с радостью увидел Его». То есть Авраам знал о приходе Мессии, и более того, сейчас он жив и видит Его. Иудеи ему ответили, «Тебе нет и 50 лет, но ты видел Авраама?» На самом деле, ему лет 30, судя по всему, было, но понятно, что это они так с запасом говорят, 50 лет, еще не старый человек, вот мне сейчас больше. Иисус им сказал, «Аминь, аминь, говорю вам, прежде рождения Авраама, я был и есть». Вот снова эти слова «я есть я», «я тот, кто я есть», которые отсылают нас к 3 главе исхода, 14 стих, где это определение Бога. Но это уже с их точки зрения совершенно скандально. Они схватили камни, чтобы его забросать, но Иисус скрылся от них и вышел из храма, как во многих других местах дополняется, потому что сейчас его еще не пришел. И вот смотрите, удивительное сочетание, с одной стороны, такой полной бесконфликтности, когда он уходит вообще из-за аудеи, когда его хотят убить, а с другой стороны, там, где дело идет о принципиальных каких-то высказываниях, там он настойчиво их повторяет, даже если это вызывает горячее желание его побить камнями. Но в последний момент уходит. В девятой главе появится очень интересная история про исцеление, но почему она появится? Мы очень много сейчас говорили о грехах, о гибели, обо всем прочем. Ну, а вот как это работает? Почему грех приводит к погибели человека? В девятой главе об этом будет рассуждение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok